Вот интересно, да, вот эти все обычаи, которые человек переносит в современный мир, для чего-то это делается, для чего-то они сохраняются и почему-то они сохраняются. Вот мне кажется, это тоже тема страхов. Если что-то не сделать, значит что-то случится, суеверий что ли каких-то, да. Вот интересно, почему современный человек так подвержен этому всему, несмотря на то, что он может доказать, что существуют там, я не знаю, атомы, нейтроны, там еще чего-то, что любовь это всего лишь химическая реакция, там им вот все уже там подоказано уже, да. Ну нет, вот у меня куча людей, которые в клуб приходят, особенно медики, да, они говорят, что на самом деле все это со временем, человек все объяснит, понимаете. И вот, несмотря на это все, существует вот это параллельно, да, какие-то культы, какие-то, ну, скажем так, люди объединяются для каких-то обрядов, что ли, да, нетрадиционных даже, я так сказала, да. Вот, вот это вот, мне кажется, вот кино еще и об этом, об этом каком-то страхе, который лежит в глубине вообще человека как такового. Ну, вот сразу фильм начинается смертями, слушайте. С другой стороны, это мог бы весь фильм быть построен на этом. А здесь уже в самом начале нас вот так вот обухом по голове, что девушка очень, конечно, в ненормальном психическом состоянии явно. Так же? Ну, во-первых, это удочка сценарная, типичная, чтобы это хотя бы было интересно смотреть, потому что вначале достаточно плавная экспозиция. Не так бы было интересно без этого события первого. Ну, мы понимаем вначале, смотри, что у девушки не все хорошо с парнем. Это атмосферу задает сразу и интерес вызывает. Вброс такой сразу же. Сейчас будет мясо. Еще тема семьи здесь важна. Как, кстати, и в реинкарнации. Мне кажется, этот режиссер, он просто исследует это явление, ну, как таковое только, ну, через призму ужасов и страхов человеческих. Поэтому нужно было показать, что ее семья, то есть она, во-первых, дезориентирована совершенно, ну, тем, что произошло с ее семьей. Во-вторых, ей нужна какая-то альтернатива, которую, ну, она не получала, ну, как бы в обычной жизни в виде ее этого невнятного молодого человека. Ну, то есть это нужно было для характеристики героини и для понимания, что есть секта по сравнению с неудачной семьей, скажем так. По большому счету, типа, в обычном мире она не справлялась. У нее там панические атаки, крыша ехала. Ну, обычный мир людей ее не принимал. А там вроде как все и нормально. Причем, знаете, что она ведь сама, если я не ошибаюсь, по-моему, училась на психолога. Психолога. Психолога, да? Психолога. Походила к психиатру еще до того, что случилось с ее семьей. По всей видимости, там проблемы закостенелые, уже замшелые у всей семейки. Ну, вот это было важно для характеристики. Я смотрела одно обсуждение, мне понравилась мысль насчет семьи, то, что они рифмуют, те убивают людей, а эти, по сути, сами себя убили. Ну, то есть, типа, то же самое. В одном и в другом мире ничего не изменилось. Все убивают друг друга. Да, там отношения к этому разные. То есть, по-разному люди переносят это страшное дело. Ну, вот как бы так. Ну, там как бы альтернативный мир, если я вот правильно понимаю эту картину. Там даже есть момент перехода, когда камера переворачивается. Да, да, да. Переходит. А есть еще момент, когда ее коронуют, ей девушка говорит, мы теперь одна семья, я твоя сестра и прочее вот это вот все дело. Поэтому, да, для параллеля нужны были эти смерти. Ну, да, они там это и озвучивали тоже. Говорят, это моя семья, это мой брат, туда все. Они меня принимают. Ну, то есть, он как бы был сначала тоже ведь частью этой компании. Вот этот чел, который их туда притащил. Ну, как бы ничего особенного вроде. Хотя он, кстати, я потом отмотал, он в диалогах уже все озвучивал. Он им все прям... Короче, он их не обманывал. Он просто мастерски не договаривал. Ну, да, он им рассказывал про левую ма, там, про все про это. Он этого соблазнял там женщинами. В общем, ну, он все им говорил напрямую. Они сами... Акция? Да, вот то, чего они хотели. Это очень антинаркотическое. Антинаркотическое? Почему анти? Да, да, да. Ну, потому что вот эти галлюцинации, они стали происходить только после того, как они решили принять наркотики. А приняли их все. И не один раз. Ну, да. Ну, а вот... У них худшего состояния этого, и эти атаки. Ну, короче, и хуже стало реально, да. Поэтому я согласуюсь, что это антинаркотическое. Еще один момент, ребят. Пока не забыла, только пришло в голову. А мне кажется, вот этот их товарищ, который их туда заманил, он сам из заманившихся... Ну, то есть из тех, кого тоже заманили. Знаете, почему? Потому что он говорил, что его родители сгорели. А там сжигают... Сами знаете кого. Либо они были выбраны из своей общины, а может быть, их также заманили. Ну, то есть тут два варианта. Нет, за секундочку. Там же этот ритуал раз в 80 лет происходит. Их и не могли сжечь. Раз в другой происходит раз в 10 лет. Там редко они прыгают тоже. Он говорит такой тип... Раз в 4 года, по-моему. Он про это говорил. Вообще фильм на страхах построен, конечно, да. Смотрите, современный мир, он вообще весь пропитан постоянным ужасом и страхом перед чем-то, да. То есть, ну вот смотрите, у главных героев там... Он боится... Он хочет расстаться с этой девушкой. Помните, да, ее парень? И боится как-то сказать ей об этом. То есть, как-то вот все вот, да, вот он тянет. Она боится неверности, да. У этой Кристины вообще миллион там всяких страхов, там просто сном какой-то, да, вот этого всего. Поэтому они благодатная почва вообще. Вот попасть в секту элементарно, да. Нужно быть, находиться в таком рассеянном, так сказать, состоянии полудепрессивном, да. И тебе кто-то поможет и подаст руку. И все. И в общем-то там дальше уже как бы другие законы работают. Вот. Поэтому, а здесь, в общем, мне кажется, еще страшен тем, что происходит это все на свету, что называется, да, на белом. Там обычно... Самое забавное, то что они все до последнего не верят, что они вообще представляют какие-то опасности. Да, да, да. По сути, она одна только. Да. Кто-то не верит, до последнего, пока их уже не укокошат. И они даже сами тоже. Да, да. Мне кажется, об этом скорее фильм, потому что они не верят во все это. Но они попадают, как религия некая, да, то есть, и они в это не верят до конца, то есть, вот негр, он там, только он ученый, да, не зря же там эта компания подобрана. Негр, он ученый, ему интересна только наука. Больше он ничем не интересуется. А знаете, мне кажется, в этом все... То есть, он интересуется этой книжкой с точки зрения только вот, ну, в научной, то есть, в научной, да, и за это платится. Потом другой там, допустим, только развлечения его интересуют, которые на дерево промочил. Да, да. За это тоже он платится. Там даже какая-то ирония в этом фильме, несмотря на то, что он такой страшный, вроде как, да, местами, в нем, он еще иронизирует на тему того, что люди слишком самоуверенные, да, слишком верят в себя больше, чем как, да, поверь в себя, ты можешь все, ты человек, разумный, иррациональный, ну, подумай головой, да, вот эти наши, эти слоганы, которые сейчас внушаются, что ты, ты, главное, ты себя презентуй, там, и так далее, да, это же в общем-то... то есть они пытаются рационально бороться с нерациональным. Нерациональным. Толпа верующих, их больше, и они сильнее, и кучка наивных верующих. Не получается им противостоять с помощью рационального. Не получается. Беспонятно. Не получается, причем, знаете, вот мне еще очень понравилось, что вот эта, так сказать, толпа там, да, как бы верующих, да, или там, вот этих, да, людей, ведь это тоже, мне кажется, какая-то ирония, картинка какая-то, вот этих современных, не знаю, в современном обществе огромное количество людей вдруг вдарились так называемые свои истоки, корни, да? Кстати, Ольга, а знаете, что самое интересное? Я вот пока не посмотрел полностью трейлер и не понял, что действие происходит в Свеции, я подумал, что это верующие славяне РПЦ. Похоже. Ну, по крайней мере, я... Ну, там, кстати, Кристиан, на самом деле, он как Иисус, типа, как христианство он олицетворял своего рода, он же всем хотел помочь до последнего, ей хотел помочь, сам и всем, и им тоже. Белая одежда. Хотел соследовать всем этим, пытался поверить, но до конца не верил все равно. Ну, то есть, это что-то среднее между вот какими-то вот этими, как бы такими культами средней Европы, центральной, да, опять же, северных народов, все это вместе, и все это такое красивое, елейное, да. Мне кажется, это тоже вот какая-то ирония над вот этим вот модой, что ли, да, которая, значит, идите к своему первородному, к своим корням, откройте, кто вы, да, вот эту свою внутреннюю энергию откройте. абсурда доведено, да, такое. подробно. Ни на чем не основанное. Типа, так надо и все, так наши предки делали. Да, но это энергия, она очень, она разрушительная на самом деле, она вредки, ну да, она несозидательная. Вот в чем дело-то, вот эта энергия, откройте ее, да, вперед. Ну, в то же время философия тоже есть. Типа, для них страшно в доме престарелых умирать. Другое восприятие. Послушайте, ну, а ведь это же тоже пародия на современное общество, а зачем сейчас пожилые люди тоже, по сути дела, да, которые, ну, как бы мешают обществу, а давайте мы ведем, ведем автаназию и все остальное, а почему бы нет? Давайте мы, как бы это, проголосуем за это, это же гуманно. Более зрелищный вариант автаназии. я за автаназию. Там целый собирался бы стадион посмотреть. Да, а кто будет решать, да, и все остальное. Человек сам вот это должен. Вот мне кажется, кино вот про это, он какие-то вот эти вот страхи, и он вот так вот их нам пере, что ли, их лицом к нам их поворачивает, и вот поэтому еще, еще более, не знаю, жуткий для вас фильм, страшный был или нет? Мне просто интересно. Олесь. Ну, да, жутковатый, Страшный. Страшный он был, правда же? Вот это музыка, вот эти улыбающиеся лица, ведь это же современный мир, все улыбаются, все такие хорошие, все такие пригожие, да? У меня только, кстати, была проблема, как с просмотром капитана, типа, у меня пересытиваешься темными эмоциями, такой, выключаешь, отдыхаешь, возвращаешься, досмотришь, потому что реально за один пехот я не могу на них. Вот представляешь, а вот в кинотеатре это вот просто вообще там еще такой вот этот звук вот этот вот свистящий такой, да? Там музыка вот эта вот вся, это просто на мозг, и на какой не мозг, психику, просто ты вот, конкретно он давит на психику, я просто помню, у меня много народу было на этой фильме, и так как-то все так притихшие были такие, когда закончился он, то есть как придавило это конкретно народ. Он работает здесь именно таки на психику человеческую, он явно манипулирует здесь вот этим вот и светом, и светом, и звуком. Ну, а давайте про девушку. Вообще, что она обрела? По-моему, она счастлива. В финале. Как вам? А по-моему, она сошла с ума в конце. Ну, это тоже такая, какая-то ирония, на мой взгляд, по сравнению с тем, ну, по крайней мере, перестроилась. Люди, которые сошли с ума, они счастливы от своего безумия. Ну, здесь... Она может тогда и раньше сказать, что она получилась, свихнулась, когда она решила королевой быть там в большом счете. Как бы она же понимала, что идет. Ну, в конце финале, да, с ума, не с ума, а... Ой, к нам еще кто-то идет, Мария, давайте. Она уже там прониклась во время хороводов, такая, о-о-о, прикольно, прикольно. Нет, ну, там понятно, что это, естественно, состояние, уже когда, кстати, она входит вот в этот транс, это ясно. Но, согласитесь, когда она на начало фильма, ну, там, приходит только, да, в это сообщество, посмотрите на нее, и, наконец, это два разных человека, по сути. Да, когда она, значит, вот сначала испугана, а потом улыбающаяся в этом венке. Успятила. Она вот, ну, в общем, вот, пожалуйста, счастлива, она находится в нирване, я бы так сказала. Разве нет? Привет, привет. Мария, ага, здрасте. Ну, потихонечку уже. Она попала в выпушленный мир, в котором она со всем своим багажом сможет жить. Мария, привет. Нам так дает понять. А второй момент, там очень важна вот эта сцена, где они ее успокаивают. Ну, вот, она увидела предательство своего недомущины и рыдает. Как ты ласкова. Ну, иначе его назвать нельзя. Наташа, ты посмотришь. Я этот тип, я его просто вот не выношу. Это просто, они его сделали утреновым. Нет, подожди, он тип, а она нормальная. Она там по первым получасам, по-моему, долбанутая, конечно, они там друг друга стружат. да, но ей можно это простить, хоть часть ее действий, тем, что с ней произошло, а у него нет оправданий, он просто ужасен. Ну, не суть. Вот, как ее успокаивали, вот эти новоприобретенные сестры, как вот, вот это все, и ты там не одинок. Это, конечно, единение такое тоже стремное, но, тем не менее, вот, что-то оно в ней вот, нашло отклик. А не зря она одна осталась там, собственно. Ну, это еще от слэшера, типа, это как, когда все умирают, по очереди один остается, как типа самые слабые обычно. Они тоже психологи, они же, наверное, не первых прибывших прибивают, поэтому они уже знают, кто им подойдет, а кто не очень. Вот этого товарища, и они отбраковали, ну, практически. Они как часть, как часть природы, помогают природе фильтровать. Ну, и просто без грантов, к ним не придет никто добровольно, они ужасные, они, наверное, в какой-то степени это понимают, ну, им так надо, это вымышленный мир. Причем боятся, что придут их и поочикуют. Просто он более обман. Они же боятся. Ну, смотрите, прекратят деятельность. Да, здесь вся ирония в том, что современный человек в поисках вообще какого-то альтернативного счастья, да, он выбирает очень часто именно, ну, не тот мир, в котором он живет, а чистый, чистый, как бы, да, то, от чего он ушел. И вот здесь вот в том-то вся ирония, что то, от чего он ушел, нуждается в жертве, да, от него в итоге. И вот эту, ну, то есть, возвращаясь к истокам, ты должен жертву какую-то принести, потому что ты слишком далеко уже ушел от них. И от этих... И они ведь в итоге, получается, никого не выпустили, ну, то есть, всех они чеканули. Так понимаю, что именно... Поэтому никто ее не знает, типа они поэтому и существуют до сих пор. Потому что никто оттуда не уходит. Да, оттуда не уходит. Либо остается. Да. То есть, в итоге они существуют, они продолжают жить, у них продолжает функционировать их сообщество, да, а вот кого они принимают и кто не адаптируется, да, все, ну, перерабатывает вот это вот, ну... И кто не принимает их правила. Естество. Авторитарный режим достаточно. Да, по сути дела, ну, если вот так вот вдуматься, это, скорее всего, тоже какая-то отсылка вообще как к природе как таковой. Да? Выживает середине. Да-да-да. Правильно? Или принимающие эти правила. Напрямую отсылка просто. Да. Тот, кто принял эти правила игры, тот и выживает. Вот. Тут, в общем, ничего такого. А вот в обществе подребления, так сказать, нашего, да, и в обществе, в котором живут эти люди, которые, все мы, да, мы очень далеки от этого всего по ходу дела, да, вот, это все, законы эти, они есть, но они сглажены, они не такие острые, что ли, да, и они, вот даже вот это вот, то, что она пьет, она же, послушайте, вот вы говорите, что она там начинает пить, пить какие-то там, да, значит, водичку какую-то. Грибы жрать они начинают. Грибы, рябочки и все остальное. Чай, Ну, конечно, то же самое происходит и в этом мире, таблетки, да, заговоры эти все, так сказать, разговоры с этими психиатрами, психоаналитиками, нет или практически что же самое? Это все, это все существует, все, что там показано, это все рядом с нами живет и существует. А, только в другой форме. Абсолютно все, что там показано, все существует в реальном нашем мире сегодня, причем даже иногда и в такой же. Ну, это, ну, где-то. Да, просто здесь это обретает какую-то другую форму, да, чисто такую... По-другому лику существует. А также это все то же самое абсолютно в этом обществе. Просто, я говорю, это не так, может быть, не в такой форме, поэтому это не так страшно. А вообще-то это так же страшно, да, когда человек идет... Идет... Можно сказать одну вещь? ...за помощью к чужому человеку. Тут самое страшное, что... И пишетесь на канал, не в фокусе. Киноклуб «Трафик». Киноклуб «Трафигр» Продолжение следует...